Здравствуйте! В эфире телеканал КРТ и я Василий Муравицкий. Это необычный формат, он уникален, потому что я уже давно не вел никаких телепередач, хотя когда-то был телевизионным ведущим, но сегодня у нас специальный гость пообщаться, с которым я решил лично, это Павел Волков. Привет, Паш! Всем привет! Да, Павел Волков, для тех, кто не знает, я расскажу, это же запорожский журналист, которого, вдумайтесь, обвинили по статье 258 прим. 3. 258 прим. 3 – это содействие организации террористической группы. Основанием для этого обвинения стали его публикации в интернете. Более того, первоначальное обвинение Павла Волкова содержало еще часть 3-ю 110-й статьи Уголовного кодекса, то есть нарушение территориальных границ, которые повлекли, повлекли, вдумайтесь, массовую гибель. То есть Паша Волков написал несколько статей, которые привели, по мнению обвинения, которые привели к тому, что территориальные границы изменились, и при этом погибли десятки тысяч украинцев. Вот смотрите, вот этот человек на самом деле виноват и в отдаче Крыма, и в изменении территориальных границ, по мнению Запорожской областной прокуратуры. Но случилось что-то невероятное, и Павел Волков был полностью оправдан. Был полностью, это первый случай за последние 5, если не 6 лет, когда журналист по политически мотивированному преследованию режима Порошенко был полностью оправдан. Почему эта тема мне болит? Потому что я сам являюсь политическим преследуемым режима Порошенко. Так же самое, как и Руслан Кацаба. Но разница между мной и Пашей в том, что мои суды до сих пор идут, я не получил даже ни одного приговора. А Руслан Кацаба получил оправдательный дважды, но, к сожалению, ему опять вернули чисто из-за технической проблемы в апелляции. Опять на первую инстанцию он вынужденный, человек оправданный, вынужденный продолжать бороться за свое оправдание, хотя его дважды, дважды оправдали. А вот Павел Волков, он полностью оправдан, Верховный суд утвердил этот приговор, Верховный суд Украины. И сейчас расскажи, как дальше ситуация обстоит? Как дела с компенсацией того ущерба, которым нанесла наша власть тебе в результате политического преследования? Ну, с компенсацией ущерба все не так просто, как могло бы показаться, да, потому что, с одной стороны, сам факт оправдательного приговора говорит о том, что моральный ущерб был нанесен, собственно, доказывать здесь ничего не нужно. С другой стороны, одно дело факт, да, а другое дело получить реальную компенсацию. То есть, ну, нами с адвокатами, конечно, был направлен документ в суд по этому поводу, да, то есть его несколько раз нам возвращали по различным причинам. Наконец-то приняли, и вот судья принял недавно буквально решение, да, нам назначили минимальную компенсацию в размере, ну, там, вот, по количеству месяцев, да, преследования, минимальную заработную плату за месяц назначили. То есть, правильно я понимаю, первый вопрос, сколько всего длилось судебное преследование? Да, года три длилось всего. Три года? Да. И сколько ты провел в СИЗО, то есть в реальной тюрьме? В реальной тюрьме ты просидел 13 месяцев, то есть это камерная система, где ходят надзиратели, где можно получать какую-то одну посылку, в лучшем случае раз в неделю, где постоянно сутолка, где люди курят в камере, где ужасные условия, в том числе и санитарные. Ну, все так, кроме посылок, посылки все-таки можно немножко чаще получить. Немножко чаще. Да. Формулам, утвержденным министерством, все как положено. Ну, вот судья не обратил на это внимания. Ну, так вот. А что за судья? Это был судья из одной из коллегий, которая была у меня в деле. То есть, человек, который преследовал тебя в судебном порядке, ну, будучи на своем государственном посту, он сам же определял, сколько нужно тебе выплатить компенсации? Ну, он попал по автораспределению туда. Да, и это не тот судья, который выносил мне приговор, он был в первой коллегии. Понятно, понятно. Выходит так, правильно я понимаю, что любого человека государство может схватить, пытать, а это иначе, чем пытками не назовешь, в течение долгого времени, например, трех лет. Когда человека помещают на 13 месяцев в СИЗО, это фактически пытка. Потом пытать морально, нравственно, судебным преследованием, особенно по особо тяжкой статье. Ведь статья у тебя особо тяжкая за журналистские публикации. А потом сказать, ох, извините, мы ошиблись, найдем вам какую-то копеечку. Ну, во-первых, никто не сказал, извините, мы ошиблись. Такого не было ни от СБУ, ни от прокуратуры. Мало того, когда прокуратура в апелляции оспаривала приговор, они даже на своем сайте опубликовали такой вот очень странный пасквиль, я иначе это даже не назову, назвав решение суда незаконным, судей какими-то там чуть ли не сепаратистами и так далее. То есть они даже не, ну, не было даже попытки признать, что какая-то ошибка произошла. Поэтому вот так вот оно и происходит. Но дело в том, что вот эта вот назначенная компенсация, да, ну, естественно, что она нас не устраивает, потому что 13 месяцев в СИЗО. Во-первых, есть множество решений европейского суда, который признал, что сам факт нахождения в украинских следственных изоляторах является пыткой. Приравниваться к пытке. Да, да, да. Сам факт нахождения, даже без какого-то физического воздействия там. То есть те условия, которые сейчас в наших изоляторах, я не знаю, они, конечно, разные для разных людей, потому что коррупцию, к сожалению, никто не отменял. А с другой стороны, без этой коррупции вообще выжить, наверное, там тяжело. Но условия, конечно, жуткие, потому что ни горячей воды, ни нормального освещения, ни нормальной пищи, которую, ну, там просто есть нельзя. Если у тебя нет передач, то это просто смерть для желудка и для всего остального. То есть это скучность огромная, отсутствие медицинской помощи вообще какой-либо. Ну, вот так вот. Я уже молчу про внутренние отношения. То есть когда человек, ну, скажем так, не знакомый вообще с этим миром, да, это все-таки уголовный мир там находится прежде всего, попадает в эту атмосферу, ну, достаточно сложно приспособиться, потому что там свой специфический язык, свои специфические правила. Они очень сильно отличаются от того, что на свободе, в них надо вникнуть, понять, очень, ну, довольно это проблематично, учитывая, что, ну, там слово считается делом, да, буквально каждое слово, которое ты скажешь за него, нужно нести ответственность, поэтому это все не так просто, достаточно моральное давление. Вот мне интересно, испытывал ли ты вот давление нравственное, физическое среди вот тех людей, которые обвинялись по другим уголовным статьям, например, ну, по другим уголовным статьям? Ну, скажем так. Но более, более осведомленные именно в преступном мире. Да, я понимаю, о чем речь. Но из-за моей статьи или из-за моей там какой-то политической позиции или чего-то еще, нет, так не принято. То есть все-таки, ну, внутри своя некая система, да, вот люди, которые находятся внутри, это внутри. Все, кто снаружи, охрана там и так далее, администрация, это априори, если не враги прямо, то все-таки, ну, люди, к которым относятся сейчас с опаской однозначно, и как-то все стараются друг с другом там взаимодействовать, чтобы улучшить свою жизнь. Но неадекватные всегда встречаются. Поэтому, да, бывало, и давление, но давление моральное, опять же, не из-за моих статей, по которым я обвиняюсь, а по каким-то личным вопросам, да, вот где-то характером не сошлись, что-то в этом роде, да. Где-то я чего-то не понял из их внутренней жизни сразу, по крайней мере, да, из-за этого вот какие-то могли возникать такие вот не то чтобы проблемы, но иногда и проблемы, да. А как вообще вот обстоят дела, может быть, ты исследовал эту ситуацию с оправдательными приговорами в Украине? Насколько процент обвинительных и оправдательных? Я знаю, например, что во Франции процент оправдательных приговоров может достигать третий, 30%, а в Украине? Нет, нам очень далеко. До этого я, это даже несравнимо. То есть я не знаю точной статистики, но это какие-то доли процента, честно говоря. А если говорить о политических преследованиях, которые вот у нас с 2014 года особо как бы активизировались, до того все-таки это единичные случаи, а сейчас это массово. Ну, а приговоров вообще, в принципе, не говоря об оправдательных, их вообще мало. То есть суть всех этих дел в том, что большинство из них сфабриковано. Они не могут за вот за 7 лет, за 5 лет, за 3 года, они не могут довести до какого-либо приговора вообще. То есть прекрасно, ну, понятно, что даже если на судей давить, даже если там какие-то договоренности есть, то все равно приговор надо выписывать так или иначе, опираясь на существующее законодательство. А там, где, ну, объективно просто обвинение высосано из пальца, ну, что там можно написать в приговоре. Поэтому дела тянутся, меняются коллегии, болеют прокуроры, меняются прокуроры, назначается все заново. Как бы, поэтому у людей, которые вот попали под этот каток, честно говоря, вот некоторые из них, конечно, вышли уже из тюрьмы благодаря вот тому единственному, наверное, хорошему, что для нас сделал Зеленский, придя к власти, да. Ну, я так предполагаю, что это сделано немножко не для нас, а для себя, но спасибо, нам тоже повезло. Это отмена вот этой вот неконституционной части 5 статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса. Я для зрителей поясню, во времена Порошенко было внесено в Уголовный кодекс такая статья, как часть 5 176 Уголовного кодекса. Уголовно-процессуального. Если человеку вносили только лишь подозрения, только лишь подозрения по определенным статьям, это 111, 110, 258, прим 3, 109, его сразу же были обязаны поместить в тюрьму, в СИЗО. При этом, как это делалось? То есть прокурор мог просто выдумать это подозрение. Я на своем примере скажу. Вот меня обвиняют по 110-й статье. Прокурор ссылается на экспертизу. Он приносит подозрение следственному суду и говорит, вот Муравицкий. И он подозревается в статье 110-й. Так меня и садили в тюрьму. Часть 2-й статьи 110-й. Это подозрение подтверждается семантико-лингвистической экспертизой. Номер там, условно говоря, 315 дробь 5. Все эти семантико-лингвистические экспертизы не приносятся в этот момент в суд. Приносится только одна бумажка подозрения, подписанная прокурором. И судья может потребовать, а может и не потребовать. В зависимости от судьи. Но все равно, даже если это лингвистическая экспертиза, или любая другая экспертиза пронесена, он должен человека садить. Так вот, в моем деле, эта экспертиза говорит о том, что нет состава преступления, а прокурор ссылается на эту экспертизу, которая подтверждает состав, якобы подтверждает состав преступления. Что получилось? Судье дали бумагу, подписанную прокурором. И он по этой бумаге человека посадил в СИЗО. Есть, когда мы начали рассмотрение, оказывается, доказательств нет. И так, и мое дело не единственное. Вот конкретный пример Павел Волков, конкретный пример Руслан Кацаба и десятки, если не сотни случаев. И вот эта статья была отменена, отменена как неконституционная, потому что человек имеет право находиться. То есть нельзя человека сразу же бросить в тюрьму, наказывать его тюрьмой, даже не удосужившись принести доказательства. По такой статье был посажен в тюрьму. Так эта статья прежде всего нарушает важнейшее право на равенство сторон в судебном процессе, потому что работа адвоката обессмысливается в этот момент. Если при любых твоих аргументах, которые ты судье предъявляешь, судья не может вынести никакого иного решения, кроме как отправить человека за решетку, то есть работа адвоката становится бессмысленной. То есть нарушается, по сути, конституционное право и право, прописанное в международных договорах и так далее. Поэтому его отменили. Но мы понимаем, что его отменили не для нас, конечно, а для тех, кто боится уголовного преследования после смены власти. Ну, все нормально, их там никого не преследует. А давай посчитаем. Вот смотри, вот когда было начато твое уголовное дело? В каком году? Да в 17-м осенью. Точнее как, само производство, как я потом узнал, открыли в самом начале 17-го года, зимой в феврале, по-моему, но пришли ко мне домой осенью. Осенью? Да. То есть фактически более трех с половиной лет велось уголовное следствие, потом судебное следствие? Ну, до весны 20-го года. Давай с тобой посчитаем. Вот смотри, сколько прокуроров в деле? Ой, ну там целая группа прокуроров, бог их знает, человек восемь может быть. Человек восемь. Ну, работали двое, по сути. Двое. Ну, записано восемь. Сколько следователей в деле? Да, тоже, пожалуй, около того. Около восьми. Получается, в течение трех с половиной лет это приблизительно 40 месяцев. Не, ну следователи-то не на протяжении всего этого времени. С момента передачи дела в суд следственная группа распускается. Десять месяцев, да? Ну, пускай, да. Десять месяцев. То есть, десять месяцев восемь следователей получали зарплату. Конечно. Эта зарплата может быть от 15 до 20 тысяч гривен. Вот если у тебя, можешь калькулятор сейчас открыть? Давай с тобой просто посчитаем, сколько было нанесено ущерба государству таким политическим преследованием. Так, ущерба государству, помимо этих зарплат. А экспертизы, которые они делали за государственный счет? А сколько, кстати, в деле было? Ну, тысяч пятьдесят, по-моему, они истратили только на экспертизы. То есть, не менее, около двух тысяч долларов. Да, 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 да. Получается, восемь следователей в течение десяти месяцев получали свою зарплату. То есть, это мы восемь. Ну, получается, сто двадцать тысяч. Восемь умножаем на десять и умножаем, ну пусть на среднее, пятнадцать тысяч. То есть, это, по-моему, больше. По-моему, больше. Это один следователь сто пятьдесят тысяч в месяц. Сто пятьдесят умножить на восемь. Это будет около миллиона, да? А, да, конечно, миллион двести. Миллион двести. Миллион двести. Запоминаем эту цифру. Плюс восемь прокуроров. Это двадцать тысяч гривен минимальная зарплата. В течение сорока месяцев. Восемь умножим на сорок. Ну, вот, еще шестьсот сорок. Шестьсот сорок и еще. То есть, восемь на сорок и еще на сорок. Да. То есть, счет идет на миллионы. Конечно. Если не просто на миллионы гривен, а, возможно, даже на десять миллионов, двенадцать миллионов гривен. Не исключено. И вот то, что мне насчитали в компенсации, да, это, как мне сказали адвокаты, ну, примерно одни отпускные прокуроры, которые занимаются этим. Одни отпускные прокуроры. То есть, ну, вот, на самом-то деле, получается, государству таким политическим преследованием нанесен огромный, огромнейший ущерб. Я расскажу... Это кроме материального, а еще и репутационный. Это мы не считаем чисто твои, а еще твой ущерб реальный какой-нибудь. Нет, ну, мы об мнении государству, наверное, все равно, да, какой у меня был ущерб. А вот по поводу репутации, которую государство получает от таких дел, потому что о них уже во всех международных инстанциях говорят уже, ну, не первый год. Я даже не знаю, зачем это надо. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот эти политические преследования в данный момент, они прекращены? Они не то, что не прекращены. Они, честно говоря, перешли на новый виток. Проблема только в том, что вот те политические заключенные, которые были при Порошенко, все-таки большинство из них мы знали пофамильно. Мы знали, где они, чего они, за что они и так далее. То есть сейчас большая часть, почти все из них освобождены, так или иначе. Ну, как освобождены? Не находятся в СИЗО. Не находятся в СИЗО, скажем так. То есть часть из них, вот как Василий, находится просто под уголовным преследованием все еще, но не в СИЗО. Да, часть из них обменяна по непонятно каким законам регулируемому обмену удерживаемыми лицами, ну, то есть заложниками, получается. Торговля, получается. Да, фактически так и есть. Нет, мы, конечно, рады, что люди освободились. Да, они на свободе, но вообще-то, чем это регулируется, обмен граждан Украины на граждан Украины в другое государство, это интересный вопрос. Ну, да, как бы, а вот те, которые преследуются сейчас, если вот вы зайдете на сайт СБУ даже, да, и так посмотрите за некоторое время, то есть вы, ну, по пару задержаний в неделю вы найдете по вот этим вот статьям. Но, но, что интересно, все-таки я считаю, что есть некоторый прогресс, я надеюсь, что вот наша работа общая послужила тому, вот недавно совсем буквально на днях вышел отчет СБУ по проделанной работе за 2020 год. И вот там количество открытых уголовных производств и количество приговоров. Значит, там что-то вроде 288 уголовных производств по вот этим вот статьям, о которых мы говорили, но, но ни одного открытого производства по 110 статье. Ни одного. Может быть, преступники закончились? А, ну да, конечно. Ну, фабрикацию никто не отменял, да, какие проблемы? В чем дело? Нет, дело в том, что действительно по этой статье привлекать людей очень проблемно, это вот для наших зрителей, я поясню, это посягательство на территориальную целостность Украины, но это не просто посягательство, это посягательство, как бы, которое должно быть неким образом в Конституции прописано, да. То есть, это вот положение уголовного кодекса, оно ссылается на Конституцию, в которой должно быть указано, а вот как, какое должно быть территориальное устройство, чтобы на него посягать. Но вот в этих всех делах, в подозрениях, в обвинительных актах прокуратура, СБУ ссылаются на совершенно странный пункт Конституции, где написано об устройстве областей. То есть, сколько у нас областей, как там они поделены и так далее. То есть, речь вообще не идет об отделении чего-то от чего-то. Поэтому, действительно, это мертвая статья, но за которую, тем не менее, они, в том числе журналистов, очень много лет хватали и держали в тюрьмах. Не только журналистов. Да, не только. Последний случай, буквально, вот полковник СБУ Киевского управления, схватили они, дай бог памяти, почтальона, женщину-почтальона. Андрей Гожий, адвокат, расследует это дело, точнее, защищает эту женщину. Суть очень простая. Где-то в «Одноклассниках», помимо постов между борщами и шарлотками, она написала, условно говоря, там, «Крым — это Россия». Но фактическое утверждение о том, что «Крым — это Россия», это де-факто есть так. «Де-юре» мы понимаем, что это не так и так далее. Но этого достаточно было для того, чтобы открыть уголовное дело, заработал целый отдел по борьбе с киберпреступностью, ловить почтальонов, думайся, Паша. Заработали прокуроры, человеку выписали подозрение, выписали угоду, то есть соглашение, как они обычно делают. Пришли, дали это соглашение на подпись. Человек подумал, что это вообще договор о подписке, а не выезде. Подписал, но, слава богу, нашлась судья в Шевченковском районе, которая спросила, а вы хоть понимаете, что вы признались в нарушении территориальной целостности государства Украины. Не вдумайтесь, то есть почтальон обвиняется в нарушении, которое точно только письма разносит. Нарушение территориальной целостности Украины из одного поста с одним лайком. И на это работают целые службы, прокуратуры, суды, выделяются огромные деньги. Скажи, пожалуйста, вот я знаю, ты занимаешься правозащитной деятельностью в данный момент. Как обстоят дела с делом в Запорожье, которое следует Татаринцево? Это уже дело, оно уже более такое выходит на поверхность. Ой, это уже дело, которое просто, ну, честно говоря, сил нет. Сейчас, прежде чем я перейду, я хотел бы твою мысль закончить, предыдущую, по поводу почтальона и по поводу Крыма. Вот ведь одним из эпизодов уголовного дела, заведенного против меня, была фраза из моей статьи, где я написал, что согласно Конституции Российской Федерации, Крым является частью Российской Федерации. В общем, это мне вменили, да, как посягательство на территориальную целостность. Да, хотя, 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 экспертиза-то судебно-лингвистическая написала, что ничего такого нет. То есть это просто вот такой вот эпизод. А по поводу дела Татаринцево это просто катастрофа. На самом деле вот из тех, кто... Кто это, во-первых, кто это? Да, значит, из тех политических заключенных времен Порошенко, насколько мне известно, я могу, конечно, знать не все, но насколько мне известно, это последний заключенный, находящийся до сих пор в тюрьме. Это предприниматель из Луганской области, из той ее части, которая сейчас не подконтрольна Украине. Он родом из города Краснодон. Значит, он там занимался бизнесом, у него была небольшая станция по... Ну, топливная, то есть горюче-смазочные всякие материалы и так далее. Значит, и вот когда начались события на востоке Украины, ну, он там жил с семьей, у него маленький ребенок, вот родился и так далее. Значит, ну и к нему приходили там товарищи вооруженные, которые просили определенным образом помочь некоторым учреждениям на той территории, причем не военным, причем это детская больница, это станция переливания крови, топливом. Но человек как бы отказать не мог таким людям. Да и вообще, почему надо отказывать в помощи детской больницы, я вот не могу понять, да? Значит, он это делал, но вот к 15-му году стало там тяжело работать по разным причинам. Он, тем более маленький ребенок, да, он взял свою семью и переехал к родственникам в Киев. И до 17-го года спокойно жил в Киеве, работал там, тоже у них был какой-то бизнес, магазин или что-то в этом роде. Ну, я понимаю, бизнес уже уничтожен. Да, все арестовано абсолютно под ноль. Значит, и в 17-м году, вот тот самый судьбоносный год, когда вторая волна репрессий началась, когда тебя брали, когда меня брали, многих других, Кирилла Вышинского, очень много людей в 17-м году, да, к нему подослали агента-провокатора, который с ним поговорил, тот ему рассказал, что он, да, передавал в эту детскую больницу топливо, вот записал, и все, и обвинение. На этом основано. Кроме того, ему предъявляют еще ведение агрессивной войны. Якобы он украинского военнопленного в городе Снежное избивал. Город Снежное – это Донецкая область. Это самое ее восточное окончание, там буквально практически на границе с Россией. Андрей жил в Луганской области. Он занимался бизнесом, он не участвовал в никаких вооруженных формированиях, и доказательств этому в деле нет. Мало того, я просто в курсе, дело уже рассматривается по второму кругу, да, второй коллегией уже три с половиной года, но велась его прослушка, его телефонов. Установлено было, где он находился, в какое время, по датчикам, да, по данным. Значит, но именно в ту неделю, когда происходило избиение этих военнопленных, вот почему-то данных по его телефону нет, понимаешь? Вот как так получилось? То есть, правильно я понимаю, человек, который занимался бизнесом, жил в Луганской области, к нему пришли вооруженные люди. Да. И сказали, нужно топливо для детской больницы. И этот человек сказал, хорошо, для детской больницы я топливо дам. Потом он переехал в Киев, ему пришли другие вооруженные люди и сказали, ты финансировал терроризм. Получается так, да. То есть, правильно я понимаю? Ну, только те вооруженные люди в Луганской области у него забирали часть топлива, да, ну, а здесь у него весь бизнес забрали. Понятно. Да, и жена с ребенком вынуждены были, потому что им просто не на что жить, уехать в Россию к родственникам своим. То есть, он даже не имеет с ними никакой связи, на свидание к нему никто не может прийти. А он содержится в СИЗО в Запорожской области, не в Запорожье даже, в Запорожской области. Потому что по подсудности вот эти вот дела граждан Луганской и Донецкой области, они попадают в три области, в пограничные. Запорожская, Харьковская и Днепропетровская. Ну, вот она попала сюда. Осудят его вообще в поселке городского типа Запорожской области. То есть, его там два часа каждый день везут из СИЗО из одной части области, в другую часть области. А человек болеет сахарным диабетом второго типа. У него сахар сейчас поднимается до 20 и даже выше. То есть, это вообще катастрофа. Его не лечили за это время, ну, просто ни разу. Хотя есть назначение врачей. Адвокаты привозили врачей в СИЗО. Как бы прописаны лекарства, эти лекарства не даются. А санчасть СИЗО все время отчитывается суду, что у нас все есть, все в порядке. Он сам отказывается от лечения, понимаете? Ну, я глубоко сомневаюсь, что в украинском СИЗО могут быть специализированные лекарства для лечения диабета. Их нет. Мы посылали, мы вот с адвокатом Владимиром Ляпиным, мы посылали запросы в Центр охраны здоровья филиал Запорожский. Да, это контора, которая курирует сейчас медсанчасти СИЗО. То есть они сейчас подчинены не руководству СИЗО, а вот этой вот отдельной конторе при Министерстве юстиции. Мы направляли запросы. Нам приходили официальные ответы, что есть аналоги отечественного производства. Но после консультации с врачами, вот врачи говорят, что нет, это не аналоги. Ничего подобного. Потому что это специфическая такая болезнь, которая требует специфических лекарств. Кроме лекарств, еще диетическое питание. Лекарства нельзя принимать просто так. Там 5-6 разовое питание определенное. После еды нужно принимать лекарства. Если этого не происходит, человек может пасть в кому при таких сахарах. У него давление высокое, у него сахар. А сейчас СИЗО еще и ковид подтвержденный у многих заключенных. Но это ничего не меняет. И насколько я помню, Житомирское СИЗО, то там из лекарств был анальгин, йод, зеленка и перекись водорода. Ну вот примерно, да. Все лечилось одним простым способом. Таблетка анальгина. Ну в том-то и дело. В том-то и дело. Поэтому то, что его пытают, это очевидно. Но почему-то не очевидно для суда. Хотя, конечно, суд все прекрасно понимает. Но буквально на прошлом заседании, ну просто под запись, сам Татаринцев заявил, что прокуратура давит на Запорожское СИЗО для того, чтобы они вот давали ложные данные по поводу его лечения. На самом деле сейчас, вот 2 декабря, интересный был очень случай. Вообще вопию. Тут каждое заседание это вопиющий случай. Но 2 декабря было такое, что, ну чего вообще не было никогда, наверное. То есть у него поднялся сахар до 22, по-моему, да. То есть приехал конвой забирать его в суд. А начмет СИЗО, ну он его не отдает, потому что, ну слишком плохо. Человек вообще не понимает, где он находится. То есть начмет СИЗО говорит, если я его сейчас отдам, то он не доедет. Ну не факт, это же неизвестно никому. Его не отдают, да. То есть, а 5 декабря заканчивается мера пресечения. Что для наших судов ключевое. Вот это вот самое главное, чем надо заниматься все время по политзаключенным. То есть остается 3 дня. Катастрофа, надо что-то делать. Назначают заседание онлайн. В тот же день. Но ему же лучше-то не становится. Его выводят на это заседание, ну а он вообще, как бы, ну его состояние не предполагает участия в процессе. Он говорит судье, что мне плохо, я не могу участвовать в процессе и уходит на санчасть, куда уже приехал прокурор по надзору, куда уже приехал врач из Центра охраны здоровья, брать ему ПЦР-тест на всякий случай, потому что у других там уже подтвержденный ковид, да. Значит, что делает суд? Суд проводит заседание без участия обвиняемого. Нормально. Суд привозит бесплатного адвоката, который, естественно, не знаком с делом вообще. Любой, ну, честный, достойный адвокат, который, вот, вот, бесплатный, да, которого привлекают в таких случаях, он должен делать единственное. Он должен говорить, что я не знаком с делом. И дайте мне встречу с подсоединением. Дайте мне встречу, да. И дайте мне время для ознакомления с делом. Иначе я просто, я не могу парировать. То есть прокурор сейчас будет рассказывать о рисках, которые якобы существуют. Да, почему нужно продлевать нахождение в СИЗО человеку. А как должен адвокат парировать, если он дело даже не читал? Нет, ничего такого не происходит. Значит, что происходит? Суд говорит, что подсудимый сознательно отказался участвовать в процессе. Как бы согласился с тем, что он будет проходить без него. Чего не было в видеозапись заседания. Есть, любой может его посмотреть. Как бы, да. А когда у адвоката спросили мнение. Ну, прокурор, как обычно, зачитывает стандартные риски из Уголовно-процессуального кодекса. Он не подтверждает их письменными доказательствами, что требуется обязательно. Обязательно всегда. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, но для прокурора свой уголовно-процессуальный кодекс. Свой, свой, свой. Да, он читает ту же самую бумажку, которая читается уже 3,5 года. У адвоката спрашивают его мнение. А тут говорит, ну, я же, подсудимого здесь нет, я не знаю мнения подсудимого, поэтому я просто буду молчать. Ну, это очень, я, вот, какое может быть, я извиняюсь, мнение подсудимого? Оставьте меня под стражей еще на 2 месяца. Ну, какие-то варианты могут быть, да? И его продлевают вот таким образом. Зачем? Вот меня интересует, ну, хорошо, ну, вот вы мучаете этого человека 3,5 года за то, что он отдавал детской больнице в неподконтрольной территории нефть или бензин, или дизель, для того, чтобы там заправлять эти медицинские автомобили, транспорты. Зачем? Ну, вот зачем вы его мучаете? Он что, преступник? Вот я знаю случаи, когда реальных убийц держат под домашними арестами, а иногда... А еще Стерненко у нас есть. Ну, Стерненко это вообще уникальный случай, он не подконтролен, он вне закона. Вне закона. Я исследовал тот момент, есть же период, когда есть же целый набор решений по тому, по самообороне. То есть суды принимают такие решения, что если, например, на тебя нападают в Украине, в Украине, если на вас нападают, берут нож, наносят вам два удара, вы выбиваете нож, перехватываете руку, и в драке руку направляете в сторону нападавшего, и этот нападавший погибает, вам выписывают статью умыслое вбывство. То есть вот ты идешь... Прямо умыслое. Реальные случаи. Как минимум выписывают статью превышения мэш самообороны. То есть драка, удар ножом в тебя, в ногу, это случай из Западной Украины, в голову удар ножом, перехватывает руку в драке, когда тело самокоспыкается, удар в ответ один. У нас самооборона и вообще беда. Один. То есть вся судебная система работает на то, чтобы человека в этом плане осудить. Но Стерненко почему-то даже и близко ничего не стоит, потому что он находится вне законов. Но это не единичный случай. То есть разбойники под домашними арестами, разбойники под личными пресечениями. Человек давал нефть для больницы, три с половиной года мучивает. А потому что делом занимается военная прокуратура из Киева. И прокурор из Киева в этот несчастный бельмак Запорожской области каждый раз ездит на заседание. Это к вопросу о финансовой стороне. Выписывая командировочные и так далее. То есть страна Украина богатая. Еще богатая. Очень богатая. Только деньги распределяются не совсем пропорционально. И завершающий вопрос, Паш. Ну, насколько оценка твоя, закончатся ли эти политические преследования при этой власти? Стоит ли нам ждать, надеяться на что-нибудь? Или это не закончится никогда? Ну, тут ответ простой. Нет, политические репрессии в принципе никогда не заканчиваются ни при какой власти. Потому что суть государства в том, чтобы репрессировать тех, кто является диссидентами по отношению к этому государству. Другой вопрос в том, что то, что происходит у нас после Майдана, после его победы, ну, это, наверное, не беспрецедентно для мира, но беспрецедентно для стран, называющих себя демократическими и как бы идущими в Европейский Союз. Потому что на сегодняшний день, ну, уже во всех отчетах миссии ООН, в отчетах других правозащитных организаций, вот там Amnesty International Human Rights Watch про тюрьмы СБУ писали, это не выдумка кремлевской пропаганды, это абсолютно западные агентства, которые об этом говорят. Британцы и американцы. Ну, в том-то и дело. Поэтому то, что происходит, ну, это позор на самом деле. И это двойной позор, потому что, ну, как бы большая часть населения вообще не знает о том, что происходит. Это, ну, я не знаю, это как вот, конечно, сравнение такое себе на самом деле, но когда нацистская Германия была побеждена, вот обычное население в городах, которое там не участвовало в войне, не участвовало там в каких-то репрессиях и так далее, оно так удивилось, когда узнало про концлагеря и Холокост, ой, а мы же не знали, вот у нас население не знает. Хотя об этом вот, ну, кое-кто оно говорит и кое-кто оно пишет. Но в целом кажется, что все хорошо, потому что это точечно, потому что людей не хватают массово на улицах. Мы же понимаем, что не ездят в зондеркоманды, да, но к тем, кто почему-то тем или иным образом не нравится власти, к ним просто приходят и их забирают и попробуют что-то сделать. Потому что, ну, да, хорошие адвокаты чаще всего, так или иначе, через некоторое время людей могут отбить. Но, во-первых, их попробуй найти, откуда людям, обывателям, обычным знать хороших адвокатов. Во-вторых, это стоит недешево, прямо скажем. И то, что происходит, продолжает происходить вот сейчас при Зеленском, вот мы только обращали... То есть простой человек лишен возможности адвокатской защиты профессиональной. Потому что вот мы занимаемся журналистикой, мы кое-кого, кое-где знаем, и за нас кое-кто вступается. По крайней мере, какие-то правозащитные организации. Кто-то напишет статью, кто-то что-то скажет. А кто что скажет про вот таких вот почтальонов, о котором ты говорил, да? А кто что скажет о водителях маршруток, которых в Запорожье тоже уже судят больше трех лет, они, слава богу, уже не в СИЗО давно. Как там обстоят дела? А дело к приговору идет. Просто там кое-кто из подсудимых заболел ковидом, поэтому переносилось. И, ну, теперь после Нового года, видимо, будут дебаты. Еще маленькая ремарка для зрителей. И аналогичное дело в Запорожье, когда запорожские маршрутчики... Не запорожские. Не запорожские. Макеевские. Макеевские маршрутчики возили пенсионеров с территории Донецкой области на Украину получать законную украинскую пенсию, которая им была оформлена еще до 2014 года. Так как в Донецке они не могут ничего получать. То есть, фактически, они сидят голодают там, по большому счету. А они брали за какую-то там элементарную плату, собирали маршрутку, перевозили пенсионеров получить пенсию в Запорожье. Прокуратура их схватила, СБУшники их схватили и обвинили в финансировании терроризма. То есть террористы у нас, дети в больницах, пенсионеры в Донецке. Это реальные террористы, по мнению СБУ и некоторых областных прокуратур. Так, а эти некоторые областные прокуроры, честно говоря, не могут сформулировать, а кто в деле террористы. Потому что, когда им задаешь прямой вопрос, они говорят, смотрите обвинительный акт. Ну, а кто? То есть, сами пенсионеры как бы не проходят по делу. Их отпустили всех, отправили обратно в Донецкую область. Причем за деньги вот этих самых водителей маршруток, которые привезли. А их как бы вот продержали два с половиной года в СИЗО, потом отпустили оттуда без меры пресечения. Ну, и продолжают как бы судить с тех пор. Но, как бы, а кто? Кого финансировали? Где факт передачи каким-то вооруженным группам? Опять же, слушайте, мы об этом не упомянули, но Украина ведь не признала никого террористами в судебном порядке. Нельзя говорить, что кто-то террорист, пока это не решил суд. Где решение хоть одного суда? Ни одна международная инстанция не признала вооруженные группы отдельных вот этих районов Донецкой и Луганской области террористами. Во всех документах ООН они проходят как неправительственные там повстанцы, вооруженные группы и так далее. То есть, когда наши СМИ, некоторые, да, многие, называют людей террористами, ну, это, честно говоря, на них можно подавать в суд сразу же. Потому что без решения, без судебного решения кого-то называть преступником, ну, это неправильно. Если вам кто-то не нравится, ну, это ваши проблемы. Но есть международное законодательство и законодательство Украины. Вот и все. Поэтому судить за финансирование терроризма, судить за содействие террористическим организациям просто невозможно. Потому что нет признанных террористов. Это должен сделать суд. И вот, говоря, наверное, заканчивая на вот такой вот ноте, да, и снова обращая внимание на отчет СБУ, если мы уже говорим о тех преследованиях, которые сейчас продолжаются, да, Тут вот очень интересно проследить просто за пальцами. Это какой-то наперся, честно говоря. Вот у нас, как они пишут, есть 92 решения суда уже в 2020 году по вот этим вот статьям. А это конкретно статьи 111 госизмена, 114 шпионство, 258.3 это создание террористической организации, либо содействие, там разные есть, да, и 113 диверсия. Так вот, 92 решения суда, но при этом присуждено лишение свободы только, только, смотри, за шпионство на 10 лет гражданину КНР, за госизмену гражданину Украины, который работал с ФСБ якобы, один человек, да, за госизмену и диверсию на 10 лет тоже агент ФСБ, который якобы там подрывал в Северодонецке какой-то азотный завод, и за участие в террористической организации вот три человека. Это все, кого за 2020 год из 92 приговоров посадили в тюрьму? Что за приговоры остальные? Двое из этих участников так называемых террористических организаций, это два так называемых подрывника из Житомира, буквально вот недавно вышел этот приговор, которые, по мнению житомирского СБУ, хотели одновременно, соорудив взрывчатки в себя в гараже, взорвать, вдумайся, в разных, в Житомир, город-областной центр, в разных уголках Житомира, военкомат, машину главного военкома, почему-то приватбанк, отделение приватбанка, еще какое-то четвертое отделение, там их было двое, вдумайся, насколько, их судили заочно, их обменяли еще в 2014 году, и заочный, это заочный приговор, который вынес Багунский. То есть это даже приговоры людям, которых нет на территории Украины. А вот и считаем, вот 4 или 5 приговоров, из которых один приговор вообще людям, которых нет на территории Украины, и которых нельзя посадить, из 92, вот все остальные 80 там с чем-то, это что такое? Это очевидно, что это соглашение с прокуратурой. То есть это недоказанные дела, но люди, находясь под преследованием, либо в СИЗО, мы не знаем этого, никто же не пишет, либо в СИЗО, либо может быть под другим видом преследования, домашний арест или что-то в этом роде, просто признавали себя виновными, чтобы получить условный срок. И наконец-то, да, чтобы весь этот ужас закончился. То есть вот вам цена работы. Но все-таки, ну, надо говорить о позитиве каком-то, мы же не можем только говорить, что все ужасно. И вот на самом деле есть маленький под Новый год, маленький такой позитив в деле того же Татаринцева, о котором мы говорили, да, Европейский суд по правам человека, наконец-то, в рамках правила 39 регламента Европейского суда. Это правило говорит о том, о приоритете рассмотрения дел для людей, которые находятся под угрозой жизни или здоровья. То есть это быстрое рассмотрение. Открыло производство в отношении пыток Татаринцева. Значит, и уже пришло письмо адвокату Владимиру Ляпину из фильтрационной комиссии ЕСПЧ, от судьи Ренгелевича, который открыл дело и который сейчас ждет до середины января от государства Украина данные по медицинскому обслуживанию Татаринцева, о его питании, о том, что там на самом деле написано в протоколах, что написано в журнале «Выдачи лекарств» и так далее. Если Украина до этого времени не предоставит указанные данные, то решение будет приниматься исключительно по тем материалам, которые предоставлены в жалобе стороной защиты. И вот, может быть, к концу января, может быть, к началу февраля, но мы ждем решения. То есть, возможно, его переведут из СИЗО в больницу для лечения его сахарного диабета. Мы над очень надеемся. Дай Бог, дай Бог. Для зрителей я хотел бы сказать, сейчас у нас был очень важный разговор. Я прошу вас его посмотреть внимательно, это во-первых. Во-вторых, распространить, подписаться на наш канал, это во-вторых. И, наконец, я уверен, что вы поняли, что Украина на самом деле богатая страна. Огромные деньги выделяются на так называемые правоохранительные органы. Почему так называемые? Потому что, к сожалению, эти правоохранительные органы в нынешнем виде, они являются точкой преступности. То есть, точкой бифукации, откуда в том числе произрастает та преступность, которая существует в нашей стране. И, наверное, все-таки стоит говорить о реформе СБУ, наверное, все-таки стоит говорить о настоящей реформе прокуратуры. И помнить, что молчание — это золото, но молчание, когда существует несправедливость, это яд, который проникает и тебе в душу, и всем вокруг тебя. Спасибо. Меня зовут Василий Муравицкий. С нами в гостях был Павел Волков, журналист и, слава богу, экс-политзаключенный. Первый оправданный журналист в Украине, получивший полностью оправдательный приговор по политическим преследованиям. До новых встреч. Продолжение следует...